Инициативная группа не делала раскола в братстве. Это наговоры. Инициативная группа предложила ходатайствовать о проведении съезда. И в первую очередь предложили всех Б, то есть духовному центру. Но они знали уже, что духовный центр, они связаны спецслужбами. И поэтому они будут делать только то, что им будет диктовать спецслужбы. Поэтому сказали, если вы за 10 дней никак не реагируете на наше письмо, мы тогда будем обращаться по местным церквам, чтобы народ Божий ходатайствовали о созыве съезда. И в представлении Геннадия Константиновича и инициативной группы было так. Добьемся съезда. По логике не добиться съезда. Но Бог всемогущий. Ну если уж воды Черноморье раступились, ну что такое съезд? Ну если Бог захочет, конечно Бог разрешит, и мы проведем съезд. На этом съезде мы расскажем, а тогда мало было, у Геннадия Константиновича сам он рассказывал, у меня в руках только было два факта, которые подтверждали, что служители всех Б и многие пресвитера рядовыми, ну поместных церквей действуют под указку КГБ. У меня было только два факта таких. И на этих фактах мы хотели на съезде показать это и сказать, что служители, которые действуют под указку спецслужб, не имеют права стоять в руководстве братством. В руководстве братства должны стоять богобоязненные и покорные Господу. И решением съезда отстранить от служения служителей, которые сотрудничают с КГБ, и поставить других служителей. Вот так было в представлении Геннадия Константиновича. Ему говорили, это невозможно. Он говорит, я знаю, что невозможно. Я в одно верю, что Бог всемогущий. Но Бог повел другим путем. Когда рядовые члены церкви по местам восприняли призыв инициативной группы и стали подписывать ходатайство перед правительством о том, чтобы разрешили провести съезд, то реакция со стороны правительства была такая. Они дали указания по местам таких людей с работ поувольнять, и многих из них стали судить. Это была реакция правительства. Реакция служителей в СЕГБ была такая. Поехали по местам, и кто подписался, собрали их, и стали запугивать, и говорили, что вас и в тюрьмы посадят, вас поотлучаем. И что это, вот, начала работать инициативная группа, это бунтари. Это люди, которые не покорны ни Богу, ни служителям. И вот такую работу стали проводить. И кто-то заколебался, кто-то засомневался, кто-то испугался. И многие сняли свои подписи. А те, которые не сняли свои подписи, их поотлучали. Ну, кого отлучили, кого исключили. Какая разница? Там, где большинство церкви прислушались служителей регистрированных, проголосовали за отлучение таких, и их отлучили. А в некоторых церквах основная масса членов церкви говорят, нет, мы не будем голосовать за отлучение. Это хорошие братья и сестры, богобоязненные, и мы отлучать их не будем. А как отлучишь, если церковь не голосует? Они тогда дали команду, составьте новые списки, но их в списки не вводите. И их просто исключили, без голосования церкви. Итак, большое количество членов церкви оказались за бортом. Их изгнали из церквей. Но это не инициативная группа делала, это не совет церквей делал. Это служители регистрированные сделали. Они выбросили за борт большое количество членов церкви. И Геннадий Константинович рассказывал, когда это произошло, мы-то не ожидали, мы думали по-другому. Когда это произошло, тогда мы, то есть инициативная группа, и в частности Геннадий Константинович, почувствовали ответственность за эти души перед Богом. Они теперь вне церкви, они теперь выброшены. И таким образом образовалось новое братство, в котором мы с вами. То есть независимое от властей братство образовалось. И поэтому, еще раз подчеркиваю, несправедливо называют раскольниками. В то время, как правительство отреагировало, когда образовалась инициативная группа и началось пробуждение, доложили об этом Хрущеву. И Хрущев написал записочку. Я эту записочку видел ксерокопию записки. Вот такой размер записки, вот в таком расположении. И рукой Хрущева крупными буквами, цифрами этими, буквами крупными написано. Выявить инициативников с целью их ликвидации. Это был первый смертный приговор, подписанный инициативной группе. Выявить и ликвидировать. То есть расстрелять. Ликвидировать. Это был 1961 год. Выявить инициативников с целью ликвидации. Ну теперь, как атеизм сдавал позиции. Вот уже начали отдельно собираться в церкви. Где-то чуть раньше, 1961 года, где-то чуть попозже. Инициативная группа, всех собрали. Потом они стали называться Оргкомитет. Всех собрали в братство. Стали посещать, служить и ездить по церквам. Объяснять, утверждать, утешать, ободрять. Народ Божий ободрился. Гонения усилились. Регистрированные и дети. А нерегистрированных разгоняли. Но у регистрированных нельзя было детей водить в собрание. А многодетные тогда рассуждают. Если мы детей водить не будем, они же в мир уйдут. Пойдем к отделенным. У них можно детей водить. И этот характер перехода к отделенным, многодетных семей и молодежи, принял широкий такой формат. То есть повсеместно стали переходить к отделенным. А правительство очень чутко наблюдали за этим процессом. Стоп, что-то надо делать. Что делать? Разрешили регистрированным вводить детей и преподавать крещение молодежи. Вы видите, какие шаги назад, да? То они наступали, наступали. А когда образовалась институтная группа, они стали отступать. И теперь регистрированные говорят, а какая разница, у вас дети и у нас дети. У вас хоры и у нас хоры. У вас молодежь и у нас молодежь. Совершенно правильно. Но мы должны знать корни, мы должны знать историю. Почему? И у нас молодежь, и у них молодежь. И слава Богу, мы этому радуемся, что и там молодежь есть. Но это отступление уже, атеизм стал позиции свои издавать. Образовалось издательство «Христианин». И это чудо было в стране, где уничтожали всякую литературу, где только есть слово «Бог». Заработало издательство «Христианин». Литературу, то есть Евангелие, сбытие, журналы стали издавать. А регистрированные, так, по дружбе просто, у наших братьев просят. Ну дайте хоть одно Евангелие. Я знаю такие примеры. Когда пресвитий регистрированный просит у нашего брата, ну дай хоть два Евангелия, большая церковь, большая нужда у нас. И наши братья давали. Ну это наши братья регистрированные. Да, плохо, что они не пошли путем пробуждения, но это же наши братья. Они же уверовали во Христа. Они Библию, они Евангелие хотят читать. И давали. Опять в неудобном положении. Те церкви, которые подчиняются власти, без литературы, отделенные с литературой. И правительство издает указ отпечатать Библии, Евангелие, сборники. Это было в 68-м году. На советских станках, в советском государстве, атеистическом отпечатать Библии, Евангелие и сборники. Там, где только уничтожали все, что говорит о Боге. А теперь государственные станки закрутились Библии печатать. Разве это не сдают позиции, да? Это Бог чудо делал. И это мы все видели, это мы все пережили. В 60-е годы атеизм или правительство не отступили от своей программы построить общество безбожников. И в это время рождается идея автономной регистрации. Я объясню, для чего была автономная регистрация, как она сработала в 70-е годы. И после этого закончу. Это будет последняя мысль в моем докладе таком. Геннадий Константинович как-то сказал так. Болезнь автономной регистрации, она родилась не в братстве. Эта болезнь родилась в кабинетах спецслужб, а к нам в братство ее принесли. Эта идея родилась в 60-е годы. Первое, так вот ярко мы об этом узнали. Геннадий Константинович всегда об этом говорил. И он понимал, не имея даже фактов, он принципиально понимал, что происходит. Ну а мы же как? Когда вот факты будут, когда пощупаем, тогда и мы соглашаемся. И когда Степан Герасимович Дубовой покаялся в предательстве и написал две кассеты покаянных, а я со Степаном Герасимовичем лично несколько раз встречался, и не по кассетам только, а лично от него слышал, как он это рассказывал и объяснял, как в кабинетах спецслужб рождалась идея автономии. Они видели свою проблему, то есть власти, видели свою проблему в том, что Совет Церквей имеет большой авторитет, и народ Божий слушает служителей. И тогда нужно что-то сделать, чтобы подорвать авторитет Совета Церквей. Что-то надо сделать. И люди, которые сразу пошли с братством, хорошие братья, но потом которых сломили, их было не один десяток таких людей. Это авторитетные люди в братстве, это проповедники хорошие, в прошлом узники, но их сломили. И теперь они ездили по церквам и склоняли. Братья, сестры, нам нужно автономно регистрироваться. Почему? Потому что, скажи, нам нужно во все ФБ возвращаться, народ Божий знает, что такое все ФБ, туда не пойдем. А как оторвать тогда Совета Церквей? Придумали автономную регистрацию. Все ФБ плохо, а автономная хорошо. Самое главное, чтобы Совет Церквей над нами не господствовал. А эта идея родилась в спецслужбах. И тогда один из высоких чинов говорил такие слова. Мы сделаем так, что вы генералы останетесь без армии. И эти теперь люди, даже и слово «братья» не поворачивается сказать. Люди теперь ездили по церквам и говорили, Совет Церквей искусственно создает ситуацию, чтобы быть гонимыми. Им нужен авторитет гонимых. Поэтому не прав Совет Церквей. Надо регистрироваться автономно. И автономная регистрация есть платформа для благовестия. Нам благовестовать разрешат. Но цель была оторвать от Совета Церквей, настроить против Совета Церквей. И опять поработить церкви, чтобы опять продолжить достигать своей цели. У них цель осталась прежняя – общество безбожников. Но здесь и им пришлось работать тонко. Это не так, как в 1938-е годы. Моя мама рассказывала, в Шахинской Церкви арестовывали не только служителей проповедников, а даже те, которые уже 5 лет на собрания не ходили. Он отпал. Он в мире. Но когда-то ходил на собрания, и тех расстреляли. Это слишком грубо была работа. То в 70-е годы тонко работали, им пришлось работать. И вот в 1969 году на совещании Совета Церквей принимают решение. Совет Церквей принимает решение. Обратите внимание, какое. Всем церквам нашего братства подать заявление на регистрацию. Я хочу пояснить, почему это решение было принято. Потому что служители Совета Церквей не имели возможности ездить по церквам и объяснять. А служители, сторонники автономной регистрации, ездили по церквам и говорили. Совет Церквей искусственно создает гонения. Он хочет на ваших спинах себе авторитет построить. Вас будут бить. Вас будут разгонять. А Совет Церквей будет называться гонимым. Вот что они делают. Ездили по церквам и так настраивали. А Геннадий Константинович тогда предложил на совещании Совета Церквей. Я слышал от служителей Совета Церквей, которые были тогда на совещании, говорили, что мы сами удивились. Как такое Геннадий Константинович может предложить? Призвать к подаче заявления на регистрацию в церкви. Но только было принято решение такое. Все церкви, все одновременно подаем заявление. Но заявление должно быть вот так составлено. Просим нас зарегистрировать под Советом Церквей. Не автономно. Под Советом Церквей. Законодательство о религиозных культах мы выполнять не будем. И прилагаем к заявлению о регистрации устав Совета Церквей. Вот эти три пункта обязательно нужно исполнить. Геннадий Константинович уже позже объяснял. Вот для чего нужно было это сделать. Когда мы говорим, а люди колеблются. Кто прав? Или сторонники автономной регистрации, или Совет Церквей. И поэтому мы пошли путем дать возможность на местах народу Божьему лично убедиться, что им нужна не регистрация, им нужен развал церквей и уничтожение веры. Мы должны были дать народу Божьему лично на местах в этом убедиться. А как убедились? Вообще слово регистрация происходит от слова реестр, то есть список. В чистом смысле зарегистрироваться, это значит внести в список и все. И если только регистрация такая, почему тогда не зарегистрировать под Советом Церквей? В список-то все равно внесетесь, да? Что есть там в Москве, в Киеве церковь, вот и внесите в список, и мы уже регистрированы. Да ничего подобного. Им нужна регистрация, чтобы регистрация давала возможность им главенствовать в церквах. Вот что им надо. А не в список внести. И Геннадий Константинович говорит, когда мы призвали, народ Божий в этом убедился. Потому что ни одной церкви во всей стране с таким заявлением, как мы писали, не зарегистрировали. Ни одной церкви. Некоторые автономно, которые зарегистрировались, говорят, а что вы нас обвиняете? Мы зарегистрировались по призову Совета Церквей. Это ложь. Ни одной церкви не зарегистрировали. Совсем недавно нам со Степаном Григорьевичем, он еще после меня будет говорить слово, нам со Степаном Григорьевичем пришлось вникнуть в архивные документы по регистрации Киевской Церкви. Документы эти, папка документов, 114 листов по регистрации только одной церкви. Из этих документов видно, как тонко пришлось им работать. Уполномоченные, и там, где очень горячие точки были, как, допустим, Киевская Церковь, то непростых туда ставили, уполномоченных. Они вынуждены были перевести подполковника контрразведки и поставить его уполномоченным по Киевской области. Потому что простой человек, не сведущий в тонких вопросах, как это были КГБисты, не разберется и не справится с этой задачей. И поэтому с контрразведки перевели, поставили его уполномоченным. И для того, чтобы проводить эту работу, какую работу? По автономной регистрации Киевской Церкви. Он изучал мышление каждого брата в церкви. По высказываниям, по его действиям. Он изучал мышление каждого. И все это докладывал в Москву. И так тонко работали. И вот церковь зарегистрировали таким образом. Когда написали заявление по призову Совета Церквей, они отвергли такое заявление. По такому заявлению мы не зарегистрируем. Через время опять, и опять, и опять. То есть четыре раза подавали заявление. Только с четвертого раза зарегистрировали. И вот этот уполномоченный отчитывается перед Москвой, что в церковном совете Киевской Церкви идет борьба. Есть радикальные силы, которые не дают... Второе, не лояльное, как-то другое слово. Ну, ладно, скажу лояльное. Там чуть другое слово употреблено. А лояльное хотят зарегистрировать, но радикально не дают им. И поэтому мы не смогли добиться нужного нам текста. Тогда мы предложили, чтобы они подали заявление без подписей. Практически это не документ, это просто бумажка. Ну, теперь уполномоченный объясняет перед Москвой, почему заявление от Киевской Церкви на регистрацию без подписей. Мы им предложили сдать без подписей, чтобы радикальные ничего не поняли, не разобрались. Они и не поняли. Это теперь только узнали, когда архивы открылись. И мы из архива это все прочитали. И вот для того, чтобы они обсудили это заявление на членском собрании, и членское собрание дало согласие сдавать, а мы приняли. А потом пригласили некоторых из лояльных сил, и вместе с ними в кабинете переделали текст заявления. Вы понимаете, что происходило, да? Это обман церкви, это тайная сотрудничество со спецслужбами против церкви. А теперь они нам говорят, мы по призову Совета Церкви зарегистрировались. Так это же неправда. И мы им прямо в глаза это сказали. И у них нечего было отвечать. Они молчали. Вот у нас документы, вот у нас все, пожалуйста. И вот таким образом, братья и сестры, следующий шаг, которым они пытались нанести, и сильный удар по Совету Церквей, по братству, по единству братстве, это автономная регистрация. Я сейчас скажу цену автономной регистрации на примере нескольких церквей. И этим закончу. Когда работали по автономной регистрации в городе Ростове-на-Дону, туда ездил Батурин, он недавно только освободился, он был член Совета Церкви и присвятил Шахтинской Церкви. Его вызывают в КГБ и говорят, если ты будешь ездить в Ростов, пойдешь туда, откуда пришел. То есть опять в тюрьму пойдешь. И отпускает его, и он едет все равно на членское собрание в Ростов. Сторонники автономной регистрации говорят ему, Николай Георгиевич, мы вас просим, не ездите к нам на членское собрание, и мы без вас порешаем все вопросы. Он говорит, я сегодня эти слова уже слышал. В КГБ, где вы сговариваетесь? И когда зарегистрировали Ростовскую Церковь, для Батурина это обошлось, 7 лет лишения свободы. Когда зарегистрировали Харцизскую Церковь, в Пушкову 9 лет лишения свободы. Когда зарегистрировали автономно Киевскую Церковь, Винцу 10 лет, Ивашенко 8 лет, Виктору Гуману 3 года. А когда зарегистрировали Шевченковскую Церковь, там потрясающе произошло. Этот рассказ я лично от Степана Герасимовича слышал. Там был пресс-фитер Остапенко. И Дубовой был пресс-фитер, и Остапенко. Дубовой уже по сговору со спецслужбами вел работу в Шевченковской Церкви по регистрации автономной. Но остается несколько месяцев до освобождения второго пресс-фитера, Остапенко. И они не знают, как он себя поведет. Или он будет мешать Степану Герасимовичу, или поможет ему. Для этого дают они указания. И Остапенко с зоны выводят на химию, когда ему остается пару месяцев до конца срока. Когда он приходит на химию, его отпускают домой в отпуск. Он думает, какие добрые дяди. Отпустили в отпуск. Но это было сделано для того, чтобы с ним побеседовал Степан Герасимович. Степан Герасимович несколько раз с ним беседовал и говорит ему, понимаешь, как хорошо автономная регистрация. Он говорит, ты что, Степан Герасимович? Да это же нож в спину братьям нашим, страдальцам. Совету церквей, это нож в спину. Какая автономия? Ты что? И Степан Герасимович докладывает в КГБ, он против автономной регистрации. И когда он возвращается с отпуска на химию, его там повесили. И Степан Герасимович сам говорил, это на моей совести, это я, мои руки в крови. Я виновен в смерти Остапенко. Вот цена автономной регистрации. Дорогие братья и сестры, больше нет у меня времени задерживаться. Одно хочется сказать, трудный был путь, но Бог дал победу. Потому что Христос воскрес, и мы вошли в победу Христову. И теперь у меня к вам, ко всем пожелания, короткое слово из Библии, братство любите. Аминь. В продолжение нашего служения, друзья, мы выслушаем общее пение, а затем участие духового оркестра. Пожалуйста. Друзья, 283 номер. Будем петь первый и последний куплет. Дорогие матери, отцы, старцы и старицы, давайте мы споем так, как в те дни, когда приходилось отстаивать истину и по милости Господа оказываться верными. Будем петь стоя, друзья, за евангельскую веру, за Христа мы постоим. Аминь. Аминь. Звучит песня. 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 Я говорю, да. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. И ушел. И вот, знаете. Звучит песня. 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 Звучит песня.